Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, и сегодня у нас видео со мной, с Лизой Донской, для тех, кого я называю лакоманьяки. У нас в новом каталоге номер 15 компании Арифлейм выходит 5 новых оттенков лаков, и они просто бомбические, быстро сохнут, стойкие. Сейчас найду вам их, покажу на картинке. 113 страничка, если захотите рассмотреть их повнимательнее. Вот так они выглядят. И сейчас я вам покажу, как их красить, и какие они классные. Просто вот они все здесь. Срочно смотрите дальше, потому что дальше самое интересное. И первый лак мы попробуем. Лиловое облако 34663. Я буду красить лак на тот лак, который у меня уже есть на ногте. К сожалению, я не ожидала, что у нас будет тестирование лаков. Но зато у нас будет возможность посмотреть, насколько этот лак прозрачный или не прозрачный. Каплю наношу сначала на бумагу, чтобы посмотреть оттенок. Очень красивый лак. И потом наношу уже на ноготь. Он полностью перекрывает то, что у меня было внизу. Это лак быстросохнущий, стойкий. Ух ты, какой красивый цвет. Я немного неаккуратно нанесла, потому что мне не совсем удобно это делать. Но в целом я вижу, что достаточно одного слоя, чтобы лег красивый тон. И вот тут на бумаге у нас тоже оттенок. Но, кстати, на ногтях он смотрится просто великолепно. Следующий цвет розовый перламутр. Я вот не знаю, как он ляжет, потому что он может быть прозрачный. Но будем пробовать. Так, немножко на бумагу. Да, он, конечно, прозрачный. Такой теплый бежевый с розовым оттенок. Вот светлые оттенки рекомендуется наносить 2-3 слоя. Тоже попробуем на ногтя. Но он вряд ли перекроет то, что внизу. Хотя у меня тоже очень светлый оттенок. Так, один слой. Потом можно будет еще один. Смотрите, он так красиво, кстати, смотрится. Нежный такой, приятный. Кто любит просто, чтобы руки были чистенькие, ухоженные, тому, конечно, вот такой лак мы и будем рекомендовать. Часто бывает такое, что не разрешают яркие оттенки в организациях. Например, я знаю, медикам нельзя, ногти яркие, а то и вообще не разрешают красить. Банковским сотрудникам, то есть госслужащим, не всегда можно яркие цвета. А этот, он такой благородный, нежненький. Следующий красное искушение. Он действительно прям искушает. Так, на бумагу. Вау, как я обожаю такие оттенки. Вот это называется любовь с первого взгляда. Но он не такой плотный, как я ожидала, потому что я вижу, просвечиваются блестки, которые у меня внизу. А, кстати, про кисточку хочу сказать, что это одна из моих любимых кистей. Настолько удобно наносить лак этой кистью. То есть оно и по бокам все прокрашивается. Слушайте, а классно. Весь сияет. Красотища. Дальше звездный аметист. Мне кажется, этот лак ждали все больше всего. Он какой-то необыкновенный. У нас был лак похожий, но он был с блестками и так плохо стирался, что я его не очень часто скрасила. О, какая прелесть! Слушайте, вообще фантастика. Пробуем на указательный пальчик. Аккуратненько. Слушайте, такой лиловый, лилово-фиолетовый цвет. Так, сейчас лака еще добавлю. Кстати, есть рекомендация, чтобы лаки быстро не высыхали. После того, как вы накрасили ногти, дунуть быстренько во флакончик и закрыть его. И тогда он не будет сохнуть. Слушайте, фантастика просто. Знаете, на что похож? Как раньше были лаки голографика. Может быть, здесь, конечно, лампа так красиво еще отсвечивает. О, я хочу такой лак. В принципе, мне уже захотелось красный и лиловый, звездный аметист. А сейчас мы еще попробуем мерцающий винный. И главное вовремя остановиться. Мне кажется, придется кидать жребий. Какой из лаков заказать? Потому что, насколько кто давно смотрит мои видео, то вы знаете, что я лакоманьяк. Я их просто обожаю, лаки. Хотя у меня сейчас ногти очень короткие. Но это не потому, что я так хочу, а потому что я учусь играть на музыкальном инструменте. И там просто нельзя длинные ногти. Надеюсь, вы догадались, о каком инструменте идет речь. Так, ой, красота какая. Так, еще набираю. Я понемножку лак добавляю, потому что если положить слишком сразу большую каплю, то можно с ним не справиться. Но я могу сказать, что лак так красиво растекается. Не полосит. Абсолютно не полосит. Так, чуть-чуть передвинусь. Но быстро сохнет. То есть если делать коррекцию, то надо прям быстро-быстро с ним управляться. Но честно, мне больше понравился звездный метист и красный искушение у меня просто вот эти два цвета. Мне, конечно, и светлые очень нравятся, но мне кажется, что слишком много лаков, это будет слишком жирно. Вот так на белом фоне сейчас вам покажу. Просто огонь. Так, и вот тут на бумаге, смотрите. Все равно на ногтях смотрится эффектнее, особенно вот красный. И мой любимчик, это просто фантастика. И вот так выглядит последний оттенок. Название еще не выучила. Мерцающий винный. Вау, ну просто фантастика. Спасибо вам огромное за внимание. Напишите, какой лак вы себе выбрали. Я-то уже точно знаю, что два вот этих я точно закажу. Мне интересно, какие лаки будете ли вы заказывать или нет. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. И если видео полезное, не забудьте нажать на кнопочку, которая обозначает лайк. И пишите вопросы в комментариях. Пока-пока. С вами была Лилия Донскова. До новых встреч.